доброго здравия люди русские и все кому интересен русский мир мне хотелось бы показать вам кое-что в чеке и вот сейчас вот это здание вот это здание она находится в чеке на западной оконечности старого чтинского города то есть слева запад там где-то и сибири московья здесь уже был город кончался центр города у нас слева ой центр города извините справа вот в той стороне это была конечность и вот что интересно в этом именно здание здание как сейчас двухэтажная двухэтажная и нижний этаж нижний этаж он наполовину засыпан засыпан то есть там как местные жильцы мне сказали там полнокровный высокий этаж люди там десятилетиями жили этаж насколько засыпан замыт это не уже это мало да он наполовину в земле здесь что интересно вот эти блоки вот эти это каменные блоки камень он с блеском я здесь зачитаю разбираю скалу но там совершенно другой там скальник вот типа дикий какой-то такой красоты нету понимаете как ровно и не только ровно а еще полукругом я вам покажу чуть позже но что интересно эти блоки вровень идут с верхней частью окна всего два блока таких погиб погональная какая-то вот такая очень тончайшая раствор между ними тончайший ну что широкий нож если можно запихать но не запихается то есть насколько он просто как цементом сделан не думаю просто шикарно обработанный камень шикарно просто как из другой эпохи а ниже посмотрите дикий дикий камень и туда где и до конца первого этажа и ниже под фундамент дикий камень но говорят там хорошая стена ровная кирпичная стена а снаружи все стоит на диком камне дальше второй момент интересный я нахожусь вот на углу лицом к зданию перпендикулярно а левая стена левая западная стена понимаете уходит под углом ну 110 120 градусов в сторону то есть если смотреть сверху дом не по как параллелограмм кривой параллелограмм где-то в интернете уже на это обращали внимание что специально так строили русские дома чтобы одна из стен было под углом находилась поду под тупым и острым углом к другим с трем стенам здания это специально делалось кирпич специально делался понимаете чтобы одна из сторон уходила в сторону и уже шла под углом четвертая стена и это не просто так кирпич ровный красивый замест красивая кладка то есть когда это здание строилась это очень-очень даже интересно то есть здесь для чтобы вот читать именно архитектуру никак не мою летопись нашу русскую здесь конечно для этого интересно вот такие подоконники подоконники вот так кирпичи ложились ложились в определенную эпоху при этом хочу обратить внимание эта эпоха была когда ставни ставились то есть вот здесь на окнах первого этажа вот этого первого этажа но вы знаете как бы я сказал места для ставень выдолблены и в кирпиче выдолблены и вставлены скорее всего что у ставни как элемент закрывания окон от не каких-то неприятностей от чего-то от лихих людей я чего а они уже чуть позднее вырубались и туда вставлялись дальше просто интерес вот этот полу дуги и карнизная кладка это я хочу сказать определенная эпоха и вот это очень интересно посмотрите на крышах вот эти красиво сделанные выходы на чердак под скатную крышу до сделалось ли потом не скорее всего это в то время старайтесь здание делалось и вот эти тумбы как бы вот для чего но не нужно нерационально строить этот не просто так строилась и если вы будете в тюмени в городе тюмень по улице республики номер 22 или 20 там стоят двухэтажные домики купцов каких-то колокольчиковых так вот вы увидите что вот эти тумбы они все специально сделаны на крышах чтобы на них поставить вазы такое ощущение как погребальные большие красивые вазы вот именно для под них и тогда здание законченный вид красивые с этими вазами здание становится красиво а в большинстве случаев все эти вазы уничтожены и выкинуты чтобы людям люди не задавали лишних вопросов и вот когда же это здание построено очень интересен момент посмотреть посмотреть вот с этой стороны мать и то есть все красиво на втором этаже деревянная веранда красивая орнаментная такая это не резьба но будем сказать это резьба и вы смотрите полукруговые окна стекла такой фигурный фигурный и вот этот красивый угол понимаете обалденно такого я в сибири не видел это наверное в чите только вот такое посмотрите вот это пока гональная кладка как ее выигрывать даже нетрудно сейчас полигональная кладка смотрите как красиво сделан вот этот камень выточен полукругом идеально швы идеальные углы идеальны все сделано красиво красивая полукруглая кладка и вот этот вот как раз полукруглая веранда скорее всего говорит о том что это это красота времен архитектура ампир но ампир это начало двадцатого века двадцатого века и в то же время вот эти блоки вот эти великолепные блоки полукруглые это кирпич ровный хотя здесь в чите я видел достаточное количество зданий из кирпича плохого замеса то есть хороший русский кирпич но плохого замеса этот же очень ровный и кладка красивая вот такие моменты есть сибири и понимаете вот что такие здания смотреть надо надо оглядываясь вокруг понимаете оглядываясь вокруг и например вот здесь по соседству вот этот вот этот старинный как старинный ну конец девятнадцатого начало двадцатого красиво сделаны домина шикарно с большими окнами вот тот вход характерный сбоку вход не со двора а вход был с с угла одного из домов вот здесь сама понимаете это очень характерный старый дом капитально сделано на века и то есть уровень этажа очень хороший сделан по-русски именно на уровне чтобы не ему нельзя было в окна смотреть понимаете всегда строится дома чтобы люди проходящие не заглядывали в окна нечего чужим глазам делать а фундамент дикий кирпич но все те есть такая культура делать ровно здесь не очень аккуратно не очень аккуратно и опять понимаете вот это западная стена опять не перпендикулярно двум другим сторонам и не параллельно противоположный третий тоже под углом это вообще чудо которое я вижу в сибири впервые вот такие сказки в чите есть